Здравствуйте, дорогие друзья! Кушать и не столстеть – это мечта многих. Лучше всего много кушать и много не толстеть. Дорогие друзья, прежде чем мы с вами поговорим обо всем, об этом интересном, о вашем питании, о ваших гормонах и, соответственно, о том, как вам есть вкусненько, полезненько, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на канал и не поленитесь написать мне комментарий. Кстати, на многие комментарии я отвечаю, и если, соответственно, вы пишете мне какие-то вопросы, то, если это коротко, я отвечу в комментариях на некоторые самые интересные вопросы, как на этот. Я снимаю отдельные видеозаписи, так что спасибо вам, что задаете вопросы в комментариях и поддержите мой канал. Чем больше этих вопросов, больше видеороликов, я сниму больше, отвечу на ваши вопросы. Единственное, на какие вопросы я не могу отвечать, когда вы индивидуально пишете какие-то ваши анализы или рассказываете индивидуальный ваш случай в комментариях, потому что это просто нереально лечить вас индивидуально, путем снятия видеороликов или общения через комментарии. То есть лечение мы можем проводить только на онлайн-консультациях частных, потому что нужно разбирать весь ваш анамнез. Невозможно этому только вам посвятить время на ютубе. Так что какие-то общие вопросы, как этот, мы обсудим. Ну и давайте же приступим и поймем, как нам худеть и много есть. Дорогие друзья, первое, что хотелось бы сказать, что все это, соответственно, питание налаживается, исходя из здорового нормальной работы ЖКТ. Если ваш желудочно-кишечный тракт постоянно грешит и у вас есть диарея из-за поры, то нужно решить в первую очередь вопрос с этим. Ну и, как правило, наличие или отсутствие диареи или, наоборот, запоров мы контролируем анализами. То есть что сюда входит? Это анализ АНА-ХМС-Паосипу, о котором я уже говорил. Смотрите, ссылочка будет где-нибудь в описании или здесь в углу. Значит, липаза-амилаза. Не стесняемся сдавать панкреатическую эластазу в кали. Дорогие друзья, нужно понимать, что если вы симптоматически пролечиваете, ну, какими-либо препаратами, запору или диарею, это помогает, но не является решением проблемы. Решением проблемы надо понять, откуда ноги растут, в чем причина. Поэтому я бы все-таки это дело исследовал. И еще раз, соответственно, напомню, что УЗИ брюшной полости тоже при такой клинике делаем. На всякий случай все это дело смотрим. Дорогие друзья, так как нам необходимо комфортное питание, то мы обязательно, обязательно боремся с чувством голода. Каким образом мы боремся с чувством голода? Мы обязательно сдаем лептин и индекс хомы IR. И работаем по этим анализам медикаментозно. В случае, конечно же, если есть нарушение. Если нарушений нет, то мы просто справляемся хитростями в питании, о которых я сейчас расскажу дальше. То есть, тогда это просто диетология без медикаментов. Если мы видим нарушения в тех анализах, о которых я говорю, то, как правило, это медикаментозное решение проблем. Это контроль белка, а также не нужно его не переедать, не доедать. Есть группа качков, как правило, которые переедают белок. И группа вегетарианцев условных, которые стараются там меньше этого белка есть. Ну, в рамках своих, так скажем, предпочтений, да, каких-то идеологических больше. Ориентируемся на анализ общей белок, да. И уже исходя из этого анализа, мы для себя понимаем, сколько нам белка есть. Во многих видео я рассказывал, что общий белок – это такой универсальный анализ для того, чтобы как-то корректировать размеры приема белка, или размер приема белка, или, пожалуйста, в течение дня, сколько вы будете есть белка, и так далее. Ну, и, опять же, множество анализов можно сдать на ваши микроэлементы и витамины. Ну, соответственно, я думаю, сейчас базовый списочек день в день всплывет, но это витаминные минералы, да. И, соответственно, опять же, напомню, что уровень лептина, да, когда лептин влияет на чувство голода очень сильно, он напрямую коррелируется, бывает просто от этого баланса, соответственно, ну, как правило, от дефицита, да, многих витаминов, минералов может коррелироваться и лептин. Поэтому, соответственно, вообще дефициты в любом случае, сами понимаете, нужно закрыть и вовремя выявить. Это очень и очень важно. И, дорогие друзья, перейдем к общим советам, как питаться правильно, чтобы не набирать. Предположим, что никаких патологий мы у вас в анализах не нашли. Тогда вам всего-навсего нужно помнить, что вы должны потреблять большой объем клетчатки, да, если мы пытаемся похудеть. Дальше клетчатки много не бывает. С каждым приемом пищи мы ее кушаем. Обязательно контролируем размер порции. Размер порции подбирается индивидуально врачом. Но у здорового человека может быть доходить даже до 350 грамм, но не больше. Поэтому размер порции очень важно контролировать. Готовим аналоги вредной пищи. Ну, на своем канале я как-то снимал парочку рецептов. Ну, суть одна. То, что вы делаете домашний шоколад, ссылочка сейчас, думаю, где-нибудь всплывет. Какие-нибудь домашние бутерброды ппшные, да, с, соответственно, паштетом с домашним. Полезный домашний бургер из полбы. Дорогие друзья, если вам понравился выпуск, он был для вас информативен. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. И обязательно пишите все необходимые вопросы, да, которые вы хотели бы узнать по поводу вашего питания. Да пребудет с вами здоровье. Все, Александр. Субтитры сделал DimaTorzok